Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас распаковка. Мне будет помогать открывать посылки мой муж Женя, и первая посылка, давай, износи. Что это, как думаешь? Всем привет! Это какая-то коробка... Огонь! Систрая! Это у нас ароматы для дома, компания, вот здесь написано название, Хай Каори, не знаю, как правильно читается, они занимаются ароматизацией, организацией машин, и для дома тоже производят, и сейчас посмотрим, я никогда их раньше не буду. Классно, классно, я обожаю ароматы, сейчас будем сразу тогда вскрывать. Я ждал этого момента сутки. Да, нам вчера привезли посылки, а так как мы только в понедельник прилетели, у нас вчера не было вообще силы, возможности их открыть, и Женя на них смотрел и прям ждал. Да, я немножко заморачиваюсь по поводу ароматизации помещения нашего, нашей квартиры и машины. Вот, у меня везде там всякие вот эти вонючки. У нас везде вкусно пахнет, кроме в ванной, потому что в ванной у нас какая-то беда с трубой, с канализацией, и там пахнет не очень, а вот это везде, в машине, дома пахнет хорошо. Нет, в ванной тоже пахнет нормально, периодически. Там еще просто кошкин туалет, который не можешь постоянно убирать. У нас тут бумажка, в бумажке, значит, пупырка, которая антистресс. Да, запаковали, не вообще на совесть. Под пупыркой коробка картонная. Так, вот первая у нас появляется. Так, укидем, смотрите. Так, здесь пупырочка. Давай откроем. Пупырочку сразу тоже, наверное, отрежем. Так, момент. Так почему свои ножи марокканские не продемонстрируют? Это не марокканские, это узбекистанский нож. А. Такой. Для распаковок у нас. Ой, слушайте, как пахнет. Ты чувствуешь запах? Сразу, сразу аромат. Сразу. Офигеть, мы только открыли пленку, а тут уже прям... Запах такой... Вот так вот выглядит коробка. Это вот название бренда, который это производит. Здесь что-то написано. Офигеть, спор. В этой коробке мы собрали мелодию аромата. После того, как ты ее откроешь, твой мир не будет прежним. Внутри ты найдешь самое необходимое, чтобы наполнить свое пространство волшебными ароматами. Посмотри, какая прелесть. Да, супер. И шрифт такой. О, здесь на английском. Да. Ну, я не умею читать на английском. Можете посмотреть, пожалуйста, английский, русский. Это пахнет вкусно. Пахнет очень вкусно. Поэтому давай быстрее мы ее распечатаем. Надеюсь, что она вообще не пролилась. И чтобы у нас дальше распаковка шла еще вкуснее, мы поставим здесь куда-нибудь с краешку. так, тут, значит, все черненькое. Коробка внутри, да. Здесь какие-то бумажечки с цитатами. О, смотрите, открытка. И на открытку нанесен аромат Дубая. Это значит, вот это пахнет. Ну, как прикольно. Такими цветочками. Это можно использовать как закладку для книжки. Это какая-то тоже... А, это Париж. Да. Здесь марка Париж. С заботой о вашем пространстве. Классная прям. Упаковка очень красивая. Вот так выглядит. Можно кому-нибудь отправить куда-нибудь. Вместо подарка на Диарожит. Да, вместо подарка. Здесь инструкция есть, вот смотри. Инструкция. Тоже такая симпатичная. Дизайн и упаковка прям огонь. Вот это вот внутри черная коробка. То есть она сверху крафтовая, никаких тут цветочков ничего. Внутри черная и черная бумага, это прям... Это стиль. То, что я люблю, да. Это стиль. Так, сейчас покуршим тогда. Сразу достанем. Они очень постарались с упаковкой, конечно. Вот тебе палочки, потому что тоже черные. Мне так нравится. Я еще ничего не попробовала, но уже... Ну, это диффузоры, да, у нас? Да. Здесь пустая банка. Какие красивые тоже, ничего лишнего. Вообще они очень стильные. Подойдут... Не шуши. Подойдут к любому интерьеру. То есть вот такая баночка, она тонированная, коричневая. И здесь вот написано название. Dark Vanilla. Аромата. И палки тоже черные. Вот. Классно. Ну, это стиль, стиль, да. Это вот отдельная крышка, да, запакована. Чтобы ничего не разбилось. Так, второй я, наверное, не буду тогда распаковывать. Да, да. А, трой! Нет, вторую крышку, смысл. А, ну, еще одна крышка. Это, наверное, сюда крышка. Здесь маленький диффузор. Да, маленький диффузор, большой. Вот у них такая разница. Я знаю, что у них там есть размеры. S, M, надо посмотреть, какой, где, интересно. И вот это сами жидкости. И здесь, да, сами, собственно, сам парфюм. Значит, нужно налить ароматическую жидкость вот в эту штуку стеклянную, опустить палочки, подождать 30-60 минут. Ну, как раз работает. Ну, палочки должны пропитаться. Про диффузор ты уже снимала, да, и писала статьи. Так, в объем 125 миллилитров, это вот этот 125, да, наливайте половину, половину вот этого тюбика. Да. Классно еще они придумали то, что они сам аромат в пластиковую бутылку налили, чтобы это уж точно доехало. Потому что стекло может так или иначе побиться, хотя они упаковали супер круто. Да, на упаковку просто она меня прям срадовала, влюбила. Здесь больше ничего нет. Нет, здесь ничего нет. Ничего нет, значит, мы ее убираем. На окошке. Аква. Диана. Так, мы сейчас откроем вторую коробку, это тоже калория. Калория? Да. Давай уже тогда крышечку. Откроем и потом нальем и сразу попробуем. Здесь вот я крышки направил, а потом вот сюда, 125, а это 250, сюда. Следующая коробка уже интересно, что здесь, потому что все, что я предполагал, было в первой коробке. А я, смотрите, заметила то, что для большого диффузора, который 250 миллилитров, нужно налить один тюбик вот этот и поставить палочки. Потом можем долить второй, да, ну, со временем, когда он будет выметриваться. А в маленький нужно долить половинку тюбику, поэтому для маленького диффузора они положили одну баночку, а вот для среднего две. А если вы возьмете еще большого, то там, наверное, еще больше. Какой аромат там у нас? Здесь у нас дарт ванила. Это переводится как темный ваниль. Гарден мят. И огородная мятушка. Здесь тоже такая же упаковка, все в бумаге, потом в антистрессовой киперчатой пленке. Так, здесь тоже подпись. В этой коробке мы собрали то же самое. Да, собрали все. Упаковка, правда, очень классная. Мне кажется, что вот эти штуки дарить вообще абсолютно не стыдно и прям круто в такой упаковке. Они еще, кстати, печать сделали, видишь, такую немножко. Кажется, старина. То есть это... Я сначала думал, она просто затерлась, а оказывается, нет. Я очень надеюсь, что эти ароматы будут долго существовать, потому что они такие премиальные, они не дешевые. Да. Очень вкусные, очень хорошие. Надеюсь, что они долго прослужат, и мы тоже будем их потом в дальнейшем тоже покупать. Здесь тоже открытки. Здесь, да, то же самое. Вот такая же открытка, собственно, здесь. Это байка-ори для теплых ароматных вечеров. Это инструкция к свече. А, здесь свечи, да, да, да. Вот как раз она дальше нарисована. Здесь цитата от Будды. Тысячи свечей можно зажечь от единственной свечи, и жизнь ее не станет короче. Счастья не становится меньше, когда им делишься. Это Будда сказал. Так, ну все, здесь, в принципе, то же самое, да, крыльчки. Да, цитата, все. Вот. Здесь тебе даже ручкой написали. Да, классно. Да, мне написали ручкой, прямо написали мое имя. Ну, подожди ты, а? Написали прямо мое имя, и прямо мне вот написали тут пожелание. Очень приятно, и вообще это прямо здорово. О, здесь еще один, судя по всему, какой-то аромат. Это, наверное, парфюм. Это брызгать надо. Парфюм? У них есть парфюм еще? О, как вкусно. Черебосом назвать, понюхаю. Обалдеть, слушайте. Это парфюм для дома, парфюмированная вода для дома. Я не знаю, ты видел инструкцию к ней? Она должна там быть, мне кажется, тоже. Так. Как что у нас? Ну, давай поройся. Нет. Так. Нет, нет. Это для свечи. Ну, значит, просто его брызгаешь. А может, на себя? Нет, это для дома парфюм. Для дома? Да. На себя нельзя? Не надо. Так, ладно, едем дальше. Здесь находится свеча на растительном воске без парафинов и фталатов. Что такое фталаты? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мы не знаем. У меня подруга тоже делает свечи. Она тоже заморачивается делать на натуральном воске, потому что если ты часто же свечи, то вредно вдыхать этот парафин. И натуральные свечи, они безопасны для здоровья. Ну, куда-нибудь? Слушай, это вообще пушечка. Ой, называется сахар шуга. Шуга бриби. Очень вкусно пахнет. Слушайте, я не думала, что сахар будет вкусно пахнуть. Классно. Да. Мне очень нравится. И она стеклянная. Да, стеклянная. Здесь вот крышка, инструкция. Так, и здесь у нас получается еще один диффузор с соленой водой. Солти-воте. Ну, соленая вода – это название аромата. Да, название аромата. Мы как-то знали, что закроют Турцию и Танзани и купили, значит, диффузор с ароматом отпуска. Да, с ароматом моря. Но его надо понюхать, может, откроешься сейчас, может, это и не море вовсе, а просто какая-то соляная пещера. Ох, вкусно, как пахнет. Пахнет морем, прям, слушайте. Море? Кажется, да. Ну, мне кажется, ему нужно еще декантироваться. Да. Чтобы прям заболбнул толп. Здесь у нас еще один диффузор на 250 мл. Соленая вода называется. Вот, и такой же у меня ванильный. Вот они два больших, средних, точнее. Потому что есть еще на 500 мл и на 1000 мл диффузора. То есть у нас прям самые маленькие и чуть побольше. Да. Ну, все, собственно, с Каори у нас распаковка закончена. Я надеюсь, что эта правда будет долго ароматизировать наше помещение, потому что мы собаку съели на этих диффузорах, да, мы каких только не покупали. Какую собаку? Ну, это выражение такое. Какие только мы не покупали. Были у нас и дешевые, которые там за неделю заканчивались. Были дешевые, которые долго. Да, были дешевые, которые долго хранились. Были из среднего сегмента. Но вот прям премиум. Это ты говоришь премиум? Да. Прям премиум у нас не было. Если ты увидишь, сколько они стоят, они премиум. Да, ну, в общем, отзыв потом, я думаю, ты свой запишешь. Давайте мы сейчас еще раз покажем, что у нас тут есть. У нас свеча с ароматом сахара. Рома. Два диффузора вот таких вот стеклянок с крышками. Под них ароматы ванили и соленой воды. И диффузора вот такой, значит, мяда садовая. Огородная. Да, палочки и парфюмированная вода. Черри. Очень вкусно пахнет. Не знаю только, куда ее. Может, на занавески рыбить. Ну, я думаю, надо почитать у них на сайте. Да. И потом ты уже прям обзор снимешь. В общем, распаковка чудесная. Мне очень понравилась упаковка. Вообще дизайн. И я прям сейчас буду пробовать быстрее. Обязательно снимем потом обзор и напишем статью вот с этим всем, как это все в деле. Выглядит? Да. Я уже тут замаячу. Ладно, ребята, всем спасибо. Пока. Пишите в комментариях, давайте вопросы.